Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, премьи выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 18 мая, понедельник, и мы продолжаем с вами чтение Книги Деяний Святых Апостолов. И сегодня перед нами 12 глава, стихи с 12 по 17. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте осем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня мы продолжаем с вами вести ту сюжетную линию, где апостол Петр с помощью сверхъестественной помощи Божией через ангела, посланного Господом, вышел из темницы. Потому что мы помним, что Ирод Агриппа I решил, скажем так, удовлетворить пожеланиям римской оккупационной власти, так как сам был отчасти лоббистом этой власти на территории Иудеи, лоббировал их интересы. И новое движение, христианство, оно вносило смуту в умы и в настроение граждан. Появлялись целые стычки на улицах, и это все не нравилось Риму. И поэтому Ирод Агриппа решил действовать активно и стал проявлять более такую жесткую активную политику по отношению, репрессивную политику по отношению к христианам, и лидеров христиан, апостолов стали преследовать. И апостола Петра посадили в темницу. И вот он выбирается из этой темницы, выбирается чудесным способом. И вот, как сказано в 11 стихе, тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». То есть они ждали такой жертвенной крови, новой крови, во-первых, противного учения, которому они противились. И в этом смысле жизнь апостолов повторяет последние дни Христа, Господа нашего, но без финального конца, потому что это не угодно Господу. И мы видим, что он спасает апостола Петра. Сам Петр не верил, до конца не верил, что это все реальность. Думал, это некое видение. И вот 11 стих говорит о том, что он понял, что это реальность, и пошел скорее известить своих, то есть христиан, других христиан, апостолов, о том, что он освобожден. И далее происходит несколько комическая, на самом деле, ситуация. Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком. Мария, довольно-таки зажиточная женщина, она была римской гражданкой, имела римское гражданство, поэтому ее сын имел как еврейское имя Иоанн, которое по-еврейски звучит как Йохананн, милость Божия, так и римское имя Марк, одно из самых распространенных в те времена римских имен. Это такое двойные имена. То же самое, и мы встречаем у апостола Павла. Его звали Савл, это греческая транскрипция еврейского имени Шауль. И римское имя Павел. Соответственно, он идет к этому дому. По преданию, это тот самый дом, где Господь наш Иисус Христос устроил тайную вечерю. Соответственно, он идет в этот дом, там собирались они и молились. Ну, это логично, логично. Когда же Петр постучался у ворота, это дома тогда строились по особому принципу, и были ворота, которые вели во двор, где ты мог попасть уже в сам дом. И он стучит в эти большие ворота и открывает ему служанка. То вышла послушать служанка именем Рода. Ну, это и знакомое всем нам имя Роза. И узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Довольно-таки странная, действительно комическая ситуация. Петр стучит, она слышит его, вместо того, чтобы открыть, вопреки всякой логике, она бежит в дом, сказать, что Петр стоит. Естественно, в доме ей никто не верит, и думает, что это ангел его. В иудейском представлении того времени, которое восприняло и христианство, было такое представление, что у человека есть ангел. И мы сейчас называем это, у каждого человека есть ангел-хранитель, и он дается человеку при крещении. В иудаизме тоже в те времена было такое представление, что у каждого человека есть ангел-хранитель, и он может принимать облик того, кого он хранит. Поэтому они думали, что это ангел Петра, а не сам Петр. Между тем, Петр, услышав, что его услышали, и не понимая, почему не открывает дверь, он стучит дальше, потому что времени на исходе. Он понимает, что не ровен час, хватится его пропажи, потому что он сбежал, и начнут его искать. И, естественно, не составит труда Иерусалим не такой большой город, он и сейчас небольшой город, а тогда это вообще был небольшой город. И не составит труда найти его, ведь никто не прятался из апостолов до этого момента, и все, в принципе, знали, где они собирались. Так или иначе, это узнать не совсем трудно, не составит большого труда. И в течение нескольких часов за ним могли уже прийти. Он это понимает, и поэтому в временной исходе ему нужно известить христианскую общину своих братьев, других апостолов, что он жив, что он на свободе, и он ради этого и пришел. Далее мы читаем. «Когда же отворили, то увидели его и изумились». Естественно, все изумились, потому что произошло реальное чудо. Апостол Петр спасся из построжайшей опеки. Его стерегло 16 воинов, по 4 человека, по несколько часов каждый. Двое находились рядом с ними, и он был прикован к этим воинам, а двое находились на страже во входе в темницу. Поэтому от такой стражи сбежать было невозможно. Но он сбежал. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте Асем Иакова». Иаков – это брат Господа Иисуса Христа и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. Он уходит в другое место, потому что, как мы уже сказали, опасность не миновала. И, конечно же, за апостолом Петром пошлют. Еще стоит сказать несколько слов об неком Иоанне Марке, в дом, чьей матери апостол Петр пришел. Иоанн Марк будет еще часто фигурировать в книге «Деяний». Он еще сыграет свою роль в повествовании евангелиста и идеи писателя Луки. И именно Иоанн Марк по церковному преданию, мы не можем вывести это из текста, но церковное предание говорит нам о том, что именно этот Иоанн Марк был евангелистом Марком, который записывал проповедь апостола Петра в Риме. И со слов проповеди апостола Петра записал свое Евангелие. И он еще будет с подвижником на определенном этапе апостола Павла. Но в определенный момент они расстанутся. Об этом мы будем читать дальше на странице книги «Деяний Святых Апостолов». Поэтому запомните этого героя сегодняшнего отрывка Иоанна Марка. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, воскресшем Господи. И до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова